Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 23 декабря – День Мины. Сегодня почитают святого мученика Мину. Он пострадал за веру во Христа в начале 4 века вместе с другим христианином. Христианином, Евграфом и Ермогеном. Его называли красноречивым за умелые проповеди и обращение народа к правильной вере. Царь приказал их казнить, а тела поместить в железный ковчег и бросить в море, чтобы им не поклонялись. Железный ковчег с мощами святых мучеников не потонул в море, а быстро доплыл до Византии, несясь, как летящая птица. Сегодня народ почитал святого мученика Мину. В свое время он исцелил множество коллег хромых, слепых, убогих, глухих и бесноватых, помолившись Богу, чтобы он явил силу свою через посредство его рук и призвал имя Христово. Мина налагал руки на больных, варил над каждым из них знамение святого креста, и тотчас больной человек получал исцеление. Слепые прозрели, немые говорили, хромые вскочили, как олени. Бесноватые освобождались от нечистых духов, поэтому Мине молились, чтобы он помог. Особенно почитали его как помощника с болезнями глаз. Также считали, что Мина убирает с глаз пелену, которая мешает отличить добро от зла и правду от лжи. Человек с такой пеленой на глазах не может вести праведный образ жизни. А Мина помогал прозреть и не поддаться искушениям. Приметы. Ясный день предвещает приход морозов. Звезды ярко мерцают сегодня ночью, будет мороз. Если сегодня звезды мелкими кажутся, жди снегопада. Ярко сияет большая медведица, это к бурану. Сухой снег сегодня разносится ветром, это к засушливому лету. Белые облака в небе, скоро будут похолодание. Если облака горят в лучах солнца на закате, к ветреной погоде. Пока нет. Слышу. Запах капусты. Какой запах капусты? Что ты слышишь? Ну, скажу, серный запах. Из-за того, что здесь много микроэлементов серы. А если вы знаете, некоторые антибиотики или как-то там сульфиламидные препараты делаются на основе серы. И все химики и врачи, допустим, в средневековье, старались использовать серу. Да, вот именно. Благодаря чему, смотрите, у нас сразу же в желудочно-кишечном тракте различные там бактерии будут убиваться, нормализоваться его работа. То есть, тем самым мы нормализуем работу желудочно-кишечного тракта. И более того, капуста обладает противоязвенным фактором и способствует тому, что еще защищает наш организм от разного рода онкологии. По поводу рецептуры я уточню. Именно на терке или можно тоненько порезать? Если есть... Как скажете? Если есть желание, можно это блюдо приготовить, салат метелка, по-разному. Можно порезать, если капусточка молодая, можно натереть на терке. Я просто-напросто быстрее и, как бы сказать, вот ты говоришь, мелко натереть. Я это натру, нежели нарежу. Я поняла вас. Кто-то любит гладить, кто-то любит тирать. Просто из-за того, что этот процесс у нас будет более... Я просто очень не люблю тереть на терке. Хорошо. И мне легче порезать. Поэтому я и уточнила, насколько важно. Смотри, теперь все мы это смешиваем здесь. И вот у нас салатница. Мы сюда в салатницу это все добавляем. Можно добавить немножечко масла. А вот что касается соли, еще одну чашечку. Ага, еще одну чашечку. А что касается соли, желательно от соли воздержаться. Почему? Потому что на голоде очень хорошо выделяется натрий из организма, выходит лишняя вода. И нам на стутке не надо, чтобы мы, будем говорить, еще дополнительно там соль приняли, чтобы она там держала воду. Чтобы у нас все эти отеки, которые там были, они ушли. А можно без масла? Или надо масла? Можно без масла. Тогда просто-напросто побольше надо, побольше надо будет морковки, чтобы она была послаже. Ладно. Потому что если без соли, я с маслом прям совсем не хочу. Хорошо, хорошо, хорошо. А если без соли, то тогда без масла. Вот смотри, это один вид салата. Мы можем попробовать с тобой. Да вкусно. Ну, я бы не сказал, что вкусно. Я правда вкусно. Ну, я просто счастливый человек в этом отношении. Я люблю и морковь, и капусту. Ну, тем не менее, да. У меня салат метелка для входа в однодневное голодание за час-два до сна вполне себе. И смотрите, дело в том, чтобы он действительно был вкусный, соблюдайте пропорцию. Здесь многое зависит от капусты. Иногда будет капуста вкусная, свежая, а иногда не свежая, вялая. И тогда салат получается невкусный. Поэтому вы лучше делайте так. Две части морковки и одну часть капусты. Немножечко масла. Великолепный салат. Можно я с маслом у вас попробую? Можно, с маслом. Смотри, это мы сделали один вариант. Теперь мы сделаем другой вариант. Мы берем ту же морковочку. Начищаем для входа. Вот этот салат особенно подойдет тем, у кого проблемы с кроветворением. А как может человек понять, что у него есть сигналы? Слабость. Ага. Слабость, бледность. И ему говорят, знаешь, да у тебя и голоденчик маленький. Ага. Теперь надо бы его поднять. Ясно. Вот поэтому мы так же натираем морковки. Смотри, натёртый, да? О! Вот. Теперь мы берем яблочко. И, кстати, здесь в яблоке более нежная клетчатка. И те организмы, у кого не может принимать капусту, с удовольствием будут использовать клетчатку яблока. Опять-таки, мы натираем. Это более такой вкусный салат. Иногда хочется разнообразия какого-то. Есть опасность. Говорят, что яблоко возбуждает аппетит. Если вот съесть, потом через полчаса захочется больше есть. На химическом уровне захочется есть. Ну, если, знаете, будем говорить, человек питался мало, и для него, конечно, всё будет возбуждать аппетит. Если вы питаетесь нормально, яблоко и морковь особо аппетит. Возбуждать не буду. Так, я пробую. Я тоже. Хорошо. И ничего сюда добавлять не надо. Ни масла, ни соли, ни сахара. Вот этот салат будет как раз подходить и для разгрузочного дня. Если вы не хотите голодать, вы можете посидеть на этом салатике для того, чтобы очистить желудочно-кишечный тракт, нормализовать его работу. Ну, очень хорошо, смотрите, вот эти салаты использовать за день до входа в суточное голодание. Два приема пищи перед входом или целый день? Завтрак обычный. Да. Обед, да, немножечко так. А потом, допустим, второй там этот... Да, полдник условный. Полдник и завтра. Нужен там вебить вечерний. И как раз, смотрите, это создаст объем в желудочно-кишечном тракте. Вам не так захочется есть, и вы легко ляжете спать. В течение следующего голода, там, суток или двое, или трое, мы говорим только о голодании от суток до трех, у вас все это там будет вбирать там шлаки, будет, значит, вести оздоровительную работу, вот. А потом вы начнете выходить. Подождите, перед выходом. Перед выходом. А что мы в течение этих суток, двух-трех, это пьем только воду? Пьем только воду. Не сырую, а то, наверное, там забурлит. Получше всего, да, это вода, чтобы должна быть не сырая, кипяченая. То есть, там, лимонов выжатых. Без лимонов, без лимонов. Вода должна быть желательно не газированная. Газированная тоже не подходит. Можно подготовиться, можно кремниевую воду сделать. Действительно, кремниевую воду можно, да. Вот, вы подготовились. В течение этих суток выпили, значит. А какой вы дадите совет, когда вот наступает это чувство голода, выпить стакан или маленькими глоточками? Вот как раз ты ответила хорошо. Выпить стакан. Как только большая порция воды поступает в желудочно-кишечный тракт, то у вас чувство, значит, аппетита сразу же или голода притупляется. Ну, сутки вы легко выдержите. А вообще, старайтесь тренировать свою волю. Ага, захотелось, выпили стаканчик, всё. И очень важно в это время отвлекаться. То есть, вы вышли погулять. Как только вы находитесь дома, и вам вот неинтересно или ещё что-то, вы бездельничаете, вам будет хотеться есть. Займите себя делом. 27-е лунные сутки. Гравитационная энергия этих лунных суток сильнейшим образом возмущает водную оболочку нашей планеты, что вызывает наступление самых больших приливов в мировом океане. В человеческом организме происходит волнение жидкости, меняется настроение. Чтобы дополнительно не дать нагрузку организму, проявите в это время умеренность в питании, физической нагрузке, да во всём. Из очистительных процедур особенно хорошо подходит парная. Рекомендуется медитация на волнующие вас темы. Можно получить интересующие вас ответы. В зеркало лучше не смотреть. Негатив из тонкого мира нам не нужен. Не будьте рассеянны. И во время прогулки смотрите под ноги, чтобы не поранить ступни. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!